Добрый вечер. Добрый вечер, наши партнёры, наши гости. Добрый вечер, все, кто будет смотреть записи наш вебинар. Мы сегодняшний вечер начинаем и продолжаем наш цикл дубликаций, цикл вебинаров, которые помогают нам делать свои простые шаги, первые шаги, может быть, кто-то делает в собственный бизнес. И всё равно нас приведёт к успеху в конечном итоге. Меня зовут Любовь Фёдорова, кто меня не знает. Я оригинальный спикер, оригинальный куратор Латвии и спикер по дубликации. Мы на тему дубликации говорим в рамках семи задач. Основные направления, которыми мы владеем, для того, чтобы всё, что мы делаем, приносило нам определённый успех. И некоторые шаги мы делаем с лёгкостью, потому что где-то что-то у нас идёт от души, от сердца, интуитивно мы понимаем, как это нужно делать, и что это правильно получается. Чему-то мы учимся на вебинарах, на каких-то, может быть, тренингах. Может быть, мы просто учимся у других успешных людей, у наших наставников. Когда мы видим, что рядом с нами успешный человек, что что бы он ни делал, за что бы он ни брался, у него всё хорошо получается, конечно, есть смысл понаблюдать за ним, поговорить, задать какие-то вопросы для того, чтобы понимать, что делать самому дальше и как идти к этому успеху. И сегодня мы говорим о презентациях. Напомню, что на прошлом вебинаре тема презентации была уже затронута, но она была затронута в контексте, как мы выявляем основной побуждающий фактор, что нужно человеку, основные его потребности для того, чтобы мы своей презентацией, своим предложением попали в точку и были бы этому человеку полезны. То есть мы выявляли основные потребности человека. Сегодня мы поговорим, то есть мы выявляли основные потребности и саму презентацию мы строили и рассказывали, как он может их удовлетворить. Вот что я хотела сказать, да, для чего нам это нужно было именно в разделе презентации. Сегодня мы поговорим о психотипах людей, какие бывают психотипы людей и как нам, опять-таки, строить свою презентацию, на что делать акценты в своей презентации для того, чтобы они попадали в точку. То есть первые виды психотипов мы сейчас рассмотрим, на что делать акценты в презентациях для каждого из них. То есть мы начинаем с ним говорить, мы уже тут же быстренько понимаем, кто перед нами, мы понимаем его потребности, потому что мы это тоже умеем уже быстро определять, и делаем презентацию с акцентом именно на эти аспекты. И какие бывают ошибки в общении с такими людьми, и как их не допускать. В психологии принято эти психотипы делить на четыре группы. Их называют командирами, звездами, гуманистами и аналитиками. Даже цветом их обозначают вот таким, как показано на слайде. То есть командиры обозначаются красным цветом, звезды желтым, гуманисты зеленым, аналитики синим. И может быть даже где-то в интернете вы увидите какие-то графики, какие-то диаграммы вот такие в четырёх цветах, вы тоже сразу будете понимать, о чём идёт речь, что здесь имеются в виду разные характеры, разные психотипы людей. То есть что такое психотип? Это такой тип психики, то есть как человек воспринимает окружающий мир, так он и транслирует себя в этот окружающий мир. И если мы увидим и поймём, как он себя транслирует, мы тут же поймём, как он принимает эту информацию, для того чтобы ему дать, и мы сможем дать ему именно так, как ему нужно. И сейчас мы поподробнее немножечко о них разберём. Кто такие командиры? Командиры – это люди, из которых получаются очень хорошие руководители. Он, в принципе, так и называется командир, потому что он понимает цель, он быстро определяет цель, он знает, как к этой цели идти. Этот человек любит контролировать и умеет контролировать, умеет держать всё в зоне своего внимания. Также он любит высокие стандарты. Для него важно, когда появляется что-то новое, что-то современное, потому что оно более удобное. И этот человек их вот это всё использует. Он внедряет очень быстро инновации и быстро приспосабливается, и их использует, если он понимает, что эта инновация упрощает то, чем он до этого занимался, упрощает весь процесс. Потому что для него так – цель, процесс, контроль. Всё. И если хоть что-нибудь из этого можно как-то упростить чем-то новым, он будет всё это внедрять. Но также для него нужно, он любит, чтобы были люди квалифицированные рядом, подготовленные, чтобы они были такие многофункциональные. Даже жесты у этих людей такие указательные. Он даже может давать какое-то распоряжение, он может даже о чём-то просить, но он будет просить это таким повелительным тоном. Он может сопровождать это указательными жестами. Вот оттуда надо взять, вот туда нужно это перенести. То есть не просто словами, а вот он жестикулирует. У него достаточно повышенная такая степень жестикуляции. И я всё-таки сколько раз об этом рассказываю и никогда не убираю картинки, которые я поставила на слайды. Здесь картинки из мультфильма «38 попугаев». И попугай, он как раз был такой ярко выраженный командир. Он там закладывал крылышки впереди или сзади. Он что-то ходил, мерил, он рассказывал, потому что он знал всё, где кому нужно стоять. Он знал, что кому нужно делать. Он был такой типичный командир, который контролировал весь процесс. Дальше звёзды. Кто такие звёзды? Это очень такие эмоциональные люди, яркие, открытые, позитивные. Для них атрибуты статуса и успеха имеют значение. Они достаточно ярко одеваются, они любят быть в центре внимания. Это, знаете, человек-праздник. Вот если у него неиспорченное настроение, если у него всё хорошо, то он будет доброжелательным, общительным, он будет зажигать всё вокруг себя, но при этом он будет всё равно занимать какую-то центральную позицию, потому что он будет зажигать вокруг себя, но ему будет важно, какое впечатление он производит, как на него смотрят, как его принимают. То есть он достаточно лёгкий такой, лёгкий в общении. Понимаете, вот настоящая такая звёздочка. Мы же тоже, когда общаемся с людьми, мы тоже говорим, ой, этот человек такой классный, такой хороший, такой светлый. Ну, прям вот звёздочка настоящая. То есть мы тоже можем эту звезду определить, и её определить очень легко. Он даже может экстравагантно как-то одеваться, более ярко, чтобы выделиться, да, хотя бы одеждой. Но чем-то вот ему нужно выделяться, то есть быть в центре внимания. Но при этом это люди тоже открытые, позитивные. Они не выносят критику, и они достаточно обидчивые. Вот если их обидеть, то они могут долго эту обиду в себе держать. Вот такая же звёздочка была в мультфильме. Это была обезьянка, которая она то на дерево, то на веточку, она всё время меняла местоположение, чтобы за ней глазами поворачивались, чтобы, понимаете, как звезда, которая держит в центре внимания, вернее, сама находится в центре и держит внимание всех окружающих на себе. Наверное, артисты, которые на сцене выступают, они, наверное, именно поэтому ходят по сцене в одну и в другую сторону, они стоят на месте, да, для того, чтобы одержать всё время публику, и чтобы мы всегда были сосредоточены на вот этой звёздной персоне. Кто такие гуманисты? Это люди, которые за добро, люди, которые заботятся о окружающих, для них такое качество, как человечность, сопереживание. Это очень, ну, очень слово потеряло. То есть для них это очень большой показатель, да, то есть сразу их характеризует это, вот если они заботятся о ком-то, предлагают свою помощь, вот. Они очень терпеливые, стараются, чтобы всё было правильно, то есть они честные, они могут вот разбираться, они могут мирить поссорившихся очень долго и вот выяснять, ну, почему ты обиделся, а почему ты так сказал, ребята, ну, помиритесь, да, то есть это человек, который за людей, но в то же время ему тоже нравится, когда его замечают, когда ему благодарны, когда оценивают его действия, то есть вот он сделал что-то хорошее для людей, но ему очень важно, чтобы его оценили, чтобы ему об этом сказали, тогда у него получается больше энергии, и он будет ещё с новой силой, с большей силой делать вот это вот что-то новое, что-то следующее, да, для этих людей или куда-то для других, то есть человек, который сеет добро, но ему очень важно, что о нём думают другие, то есть мнение, оценка другие для него важна, и как только он её получает, такую, как ожидает, да, ну, высокую оценку, то, естественно, он будет стараться ещё больше. Вот. Вот в мультфильме это был Удав, который рассказывал, что хорошо, если мы сделаем вот так, а будет ли хорошо вот этому, а если мы сделаем вот так, а будет ли это удобно, да, это вот конкретный гуманист, который хочет, чтобы всё везде и всем было хорошо, да, это достаточно честные, творческие, трудолюбивые люди. Кто такие аналитики? Их ещё называют дипломатами. Это люди, для которых важно, чтобы было всё чётенько, справедливенько, для них важны цифры, факты, анализы, совпадения. Вот они будут сопоставлять что-то с чем-то, и они могут дотошно, дотошно, долго-долго в чём-то разбираться, но они разложат всё по полочкам, да, то есть если это взаимоотношения, то дипломат будет долго анализировать ситуацию, выяснять, почему так произошло, и вот чтобы больше так не произошло, нужно сделать какие-то выводы, да. В то же время, если говорить о каких-то технических вещах, то для них очень важны все цифры, все факты, чтобы это была абсолютная точность. Также дипломаты вот с таким своим видением и отношением ко всему, они любят контролить ситуацию, то есть держать её под контролем, они любят, чтобы была чёткость и конкретика, они видят риски, вот, и они ориентированы на конкретное дело, то есть профессора, которые вот пишут эти докторские работы, знаете, они действительно прям вот на 50% дипломата уже даже, как сказать, даже в написании работы, вот у меня, или это у меня прям такая ассоциация, потому что у меня были два профессора, и я у одного писала курсовую большую работу, когда заканчивался курс его предмета, а у второго я дипломную работу заканчивала. И вот когда я начинаю описывать аналитика, вот типичного аналитика, я реально вижу своих профессоров, вот прям точно, я могу взять человека, вот описать его полностью с ног до головы, всё-всё-всё-всё-всё-всё, и оно всё совпадёт пока вот с этими вот, с описанием аналитика, вот почему-то, мне почему-то кажется, что вот профессоры, вот они точно дипломаты, особенно те, которые преподают и работают со студентами, вот. Ну, таким дипломатом был слонёнок в этом мультфильме. Вот. И с каждым из них мы уже говорили, что при первом контакте, когда мы идём на презентацию, когда мы что-то вот собираемся привести какую-то деловую встречу, для нас всё равно очень важен первый контакт, для того, чтобы мы могли создать доверие, которое у нас, ну, приведёт нас дальше к более продуктивной беседе, да, потому что когда мы идём, делаем мы презентацию, делаем ли мы телефонный звонок, то есть любая наша встреча, любой наш разговор деловой, он всегда должен иметь цель. И вот мы сможем достигнуть этой цели только в том случае, если мы создадим доверие между нами и тем человеком, с которым мы сейчас собираемся общаться. И очень важен в этом случае первый контакт, как мы представились, как мы, даже как мы поздоровались. Да, конечно, очень важно, как мы выглядим, как мы пришли на первую встречу, вот, но очень важно, даже как мы руку подаём. То есть это всё относится, конечно, к этикету, но в то же время есть и корпоративный этикет, да. Например, если мы на улице жарко, и мы идём и держим в руке, ну, допустим, сумку с ноутбуком, да, и на улице жарко, то перед тем, как уже встретиться с человеком, это касается особенно мужчин, хотя при деловых встречах женщины тоже за руку здороваются, очень важно переложить эту сумку в левую руку, да, проветрить немножко ладошку, чтобы она там, не дай бог, не была мокрой. То есть это такие мелочи, но подходя к человеку, мы сразу подаём ему руку, она у нас уже свободна, мы в ней уже ничего не держим, мы не начинаем в опыхах что-то перекладывать в другую руку, освобождать, и вдруг обнаруживается, что у нас ладошка мокрая, потому что вспотела, мы начинаем её быстро в себя вытирать, да, всё, уже вот этот первый контакт, он уже произошёл такой, ну, уже о нас могут подумать немножко небрежные, да, что вот мы небрежные, если мы в этом небрежные, то, возможно, мы ещё в чём-то небрежные, потому что, как правило, если человек небрежен в поступках и в одежде, то он может быть небрежен и в делах своих каких-то вот серьёзных, поэтому всегда думаем о том, как мы встречаемся с человеком, как мы создаём вот при первом контакте вот это вот общение, ну, естественно, корпоративный стиль никогда мы не забываем, и вот что при первом контакте будет правильно, что будет неправильно при общении с каждым из этих психотипов, сейчас вот мы об этом поговорим. Итак, командир. С командиром мы говорим достаточно чётко, коротко и конкретно. Этот человек, мы знаем, да, что человек очень быстро схватывает. Когда мы ему начинаем рассказывать, ну, вот презентацию свою, он может нас слушать через одно слово, потому что он быстро понимает. Он даже может перебивать и задавать вопросы. И это мы должны быть к этому готовы. То есть если мы выяснили, что это командир, не надо ничего рассусоливать и не надо ничего размазывать. Да, он достаточно конкретный человек, и он также любит, чтобы ему и факты также преподносились. При первом контакте со звездой, конечно же, мы показываем искренность, мы улыбаемся, то есть нам нужно в первую очередь не о делах, а в первую очередь эмоциональный контакт, да, какой-то вот, то есть улыбка, открытость, потому что он такой, он идёт полностью открытый. И очень важно, чтобы он не почувствовал от нас никакой угрозы, то есть мы не можем прийти таким, ну, что он там улыбается, я тут пришёл ему серьёзный проект рассказывать, а он тут улыбается там во всё лицо, да. Нет, мы тоже улыбаемся, мы тоже расслаблены, чтобы не было никакого напряжения. Это очень важно, да, свободная поза. Если мы встречаемся где-то в кафе, то можно взять по чашечке кофе, угостить его, предложить самому заплатить, я угощаю, вот, то тогда всё, человек открывается душа, и он ваш, то есть контакт состоялся, всё хорошо, можно идти дальше. С гуманистом, конечно, проявляем интерес, какую-то поддержку, так как он всё время заботится о людях, ему же тоже приятно, когда обращают внимание на него, допустим, как вы доехали, если мы там, всё ли хорошо, на улице очень жарко, может быть, пойдём купим, там водички возьмём, да, вот, может быть, мы уже сами взяли бутылочки с водой и предложили ему, это самое, выпить воды. Тихо пришёл. Вот. Показывать, в общем, поддержку и искренность к этому человеку, да, и так как он привык о людях заботиться, когда мы проявляем внимание, то ему тоже будет приятно, и мы можем сказать, всё, мы его завоевали, он наш, мы можем теперь говорить о своём. Вот. Дипломат, человек, который, к нему тоже и внимание, и искренний интерес, но есть люди, которые спрашивают, как дела, вот у американцев так применят, да, как твои дела, и всё, человек даже не слушает ответ, он не слушает, то есть он задаёт вопрос и не слушает ответ. С дипломатом так нельзя. Если вы спросили, как ты доехал, то, пожалуйста, нужно выслушать, как он нам ответит, а он нам обязательно ответит. Дипломат будет отвечать на этот вопрос, и нам нужно услышать, что он говорит. И если он говорит, ой, там, долго ехал, долго стоял на остановке, можно даже ещё немножко об этой теме поговорить, но там хоть тень какая-то была, но, надеюсь, не на солнце стоял, да, или ещё что-то, то есть какой-то интерес, какое-то внимание к человеку. Но очень важно, если спросили, обязательно выслушайте, потому что иногда мы можем задавать какие-то формальные вопросы, дипломат будет отвечать на них, да, потому что он сам так привык. Вот. Ну и, естественно, уже в дальнейшем разговоре, конечно, мы используем как можно больше подробностей, деталей, когда мы уже будем говорить конкретно о технологии. Вот. Чего не надо делать при первом контакте? Знаете, имеется в виду первый контакт, не только первая встреча, первые несколько минут, когда говорят, первое впечатление мы производим друг на друга. Первый контакт имеется в виду наша первая встреча, первая встреча, как мы поговорим о том, на тему чего мы вообще собираемся общаться и встречаться, да, то есть первый контакт, он может быть достаточно длинным. Вот. И так вот, командирами нельзя манипулировать, нельзя показывать свою некомпетентность и ни в коем случае нельзя быть нечестным, потому что этот человек достаточно компетентный сам, и он это сразу, это фальш какую-то почувствует, да. Лучше мы скажем, вот если даже нас о чем-то спрашивают, и мы не знаем ответа на вопрос. Ну, вот спросили у нас, а вот у этого Юни, вашего буса, а сколько у него колес? И вы понимаете, что четыре колесные пары есть точно у Юни-байка, а сколько там, я реально не помню, шесть, восемь, но не помню я, да. И вы можете сказать, не надо придумывать, лучше сказать, вы знаете, никогда не интересовался этим вопросом, как-то не задумывался, а теперь и мне даже стало интересно, да, поэтому я обязательно найду эту информацию и сам узнаю, вам расскажу. То есть, и это касается любого вопроса, какой бы нам не задавали, мы не можем знать все, и лучше не придумывать, лучше наоборот сказать, что, да, вот этого я еще тоже не узнал. Пусть наш собеседник понимает, что мы такой же человек, как и он, это тоже очень важно как раз для контакта. Мы такие же люди, мы не можем знать все, мы можем что-то забывать, мы можем чем-то не поинтересоваться, чем-то мы можем интересоваться больше, и когда мы по-человечески с ним разговариваем и не скрываем ничего этого, вот тогда к нам и будет нормальное открытое отношение, потому что мы открытые. Но со звездой нельзя быть неискренним, его нельзя критиковать, с ним нельзя спорить, но и хорошо бы не выглядеть как-то неопрятно, потому что они сами всегда яркие, они всегда сами опрятные, и они очень-очень замечают, они замечают что-то новенькое в одежде, если у вас что-то есть, им очень приятно, если вы заметите, что у него что-то суперэксклюзивное или там суперинтересное, или цвет там, не знаю, у нас в нашем проекте есть Кристиан Вандервивер, я думаю, многие его знают, он сейчас амбассадор в Нигерии и был менеджером по коммуникации, и он настолько общительно открытый человек, это такая полноценная звезда, и он, мы были на тренингах, он даже приходил на тренинг, и он приходил в жёлтом костюме, у него есть красный костюм, у него есть какой-то розовый костюм, и это красиво, но это звезда, понимаете, вот идёт он, и ты просто не можешь ему не сделать комплимент, потому что он вчера был в жёлтом костюме, а сегодня он идёт, допустим, в красном, и ты говоришь, боже мой, Кристиан, какой же ты красивый, как же идёт этот красный цвет, мы реально искренне всегда восхищались, вот как он выглядит, ему очень приятно, и любой звезде это будет очень приятно, то есть если вам действительно что-то понравилось вот в человеке, вот на первой встрече, что-то, но не надо быть жадными на комплимент или жадными на хорошую эмоцию, очень хорошо, если мы об этом ему скажем, если нам что-то не понравится, лучше мы просто промолчим, не будем критиковать, потому что вот, ну, он так себя сегодня видит, он так себя сегодня самовыражает, но если это что-то хорошее, обязательно говорим, да, вот, гуманист, с гуманистом нельзя его не слушать, то есть если мы с ним разговариваем, у нас должен быть диалог, у нас должен быть всегда диалог, он заботится о людях, он заботится обо всех, и он точно так же, ему приятно, когда мы его тоже услышим и слушаем, да, поэтому его нельзя торопить с решением, если мы ему рассказали, ну что, давай, давай решай, да, вот, ему нельзя навязывать свое мнение, ему надо дать подумать, потому что он будет думать не о том, в первую очередь даже, какая выгода будет для него, он будет думать о том, чтобы то, что он будет делать, было полезным для окружающих, чтобы оно не вредило окружающим, кстати, наш проект гуманистам подходит полностью по всем параметрам, потому что мы сами понимаем, сколько у нас заботы о людях, об окружающей среде, о животных при реализации этого проекта, да, поэтому для гуманистов наш проект подходит вообще просто идеально, вот, дипломату нельзя преувеличивать никакую выгоду, вступать в какой-то спор, потому что он все равно докопается до истины, и мы не можем ему какие-то неправдивые факты дать, да, и мы не можем ему рассказывать, что это так, настолько хорошо, он будет копаться, и он все равно найдет, что мы преувеличили где-то что-то, и он нам потом при следующей встрече докажет это, но при этом уже будут испорченные взаимоотношения, он ему уже не хочет, он нас уже так не будет принимать и воспринимать, да, вот, и полностью разрушить свои отношения с этим человеком, который, он уже не придет на вторую встречу, если мы будем командиру, да, льстить, если будет много слов, будет много суеты, будет каких-то много женств, и жестов непонятных, то есть мы знаем, что он любит конкретику, и если вот мы вот так вот где-то витаем, летаем, он сразу поймет, так, этот человек совершенно не понимает, о чем он говорит, у него нет никакой конкретики, я вообще не понимаю, что он мне предлагает, но он сам не понимает, что он там предлагает, все, до свидания, на следующую встречу он уже не придет, да, звезду нельзя грузить информацией, говорить там много цифр, фактов, ему нужно говорить, как это классно, как это хорошо, и все, что подходит вот в эти границы, потом мы о нашем проекте и рассказываем, вот, с гуманистом нельзя врать, фальшивить, манипулировать, как-то грубить, потому что всегда вспоминаем, он за взаимоотношения, за людей, значит, все, что разрушает взаимоотношения, он не воспринимает, не принимает и отталкивает, вот, но на дипломата нельзя давить, потому что человек, который любит разбираться в деталях и фактах всяких мелких, естественно, нельзя на него давить, ему надо всегда давать время, раздумать, если мы будем действительно как-то настаивать и давить на него и точно так же, как и с гуманистом, давай быстрее принимай решение, то мимо, мимо этот человек может не прийти на нашу следующую встречу, даже если договориться, он потом ему перезвонит, очень красиво, тактично, дипломатично скажет, что он понял, что его этот проект не интересует, и только потому, что может быть такое, причем с любым из них может быть такое, что нам позвонят и скажут, что его не интересует именно проект, только потому, что мы не сошлись с характером, как говорят, да, а потом, когда с ним встретится кто-то другой, по-другому, правильно с ним побеседует, то запросто этот человек может пойти, зайти в этот проект, потому что будет правильный подход, вот, ну, к презентации, как мы готовимся к презентации, что нам нужно для презентации, мы уже проговаривали, еще раз скажу, что если мы хорошие специалисты и уже хорошо изучили технологию, конечно, мы рассказываем, делаем презентацию сами, если же мы новички, то мы сами этого не делаем, мы приглашаем на вебинары, мы приглашаем на встречи с своим спонсором, со своим пригласителем, может быть, с региональным куратором, но кто, кто в регионе проводит презентации самой технологии, самого проекта может о технологии рассказать, о транспорте, о технических каких-то вещах, потому что многих это тоже интересует, вот, а хорошо, когда это в паре, один рассказывает техническую часть, второй финансовую часть, тогда вообще замечательно, и смена, как сказать, оратора не надоедает, что один человек все время говорит, да, и по-разному, может быть, допустим, один больше прочувствовал того же командира, второй меньше прочувствовал, тогда всегда будет немножечко равновесие. Мы используем готовые презентации, которые у нас есть в личном кабинете, даже если у нас нет никакого материала, у нас есть определенная схема проведения презентации, когда есть три отдела, три отделения, три части. В первой части мы рассказываем о проблемах, какие есть вторые, вторая часть мы говорим, какое решение этих проблем мировых, транспортных, экологических, как мы с помощью нашего транспорта, нашего проекта решаем эти проблемы, и третья часть это возможность участия, для чего, собственно, мы и встретились с этим человеком, да, мы ему рассказали о технологии и приглашаем его поучаствовать, тоже принять участие в проекте. Также у нас очень хорошие волка лендинги есть по одной такой электронной брошюре, это можно сказать, у нас есть флайеры, которые у нас распечатаны в бумажном виде, да, а есть в электронном виде, они называются лендинги, есть у нас они в личном кабинете, и там тоже все-все есть о технологии, вот по одной такой даже брошюре можно провести презентацию, если у нас нет вообще ничего. Вот, я думаю, что дипломату будет важно, если вы откроете ноутбук и в ноутбуке откроете презентацию, скажете ему, покажете, он вот каждую картинку рассмотрит, спросит вас, что это за ролик, что это за винтик, вот, то звезде вы можете взять красивый буклет и рассказать вот здесь это, здесь это, показать ему красивые яркие красочные фотографии, ему будет достаточно по одному буклету, потому что ему нужна ваша эмоция, ему больше нужна эмоция. Да, если дипломату то нужны какие-то цифры, то звезде нужна эмоция. Он вообще такой человек, который все на эмоциях решает, принимает. Как и все люди, но звезда ярко выражена. Используем ролики с разных официальных каналов. Не забываем об этом. Говорим о инвестиционных возможностях. Предлагаем, какие у нас есть программы, какие условия финансирования. Знакомим с маркетингом. Это то, что мы делаем в такой полноценной большой презентации. И сейчас конкретно мне хочется поговорить, какие мы будем делать акценты в самой презентации, учитывая психотип человека. В целом, из какой информации вообще состоит наша презентация? Это мы говорим о качествах, мы говорим о выгодах и мы говорим о доказательствах. Так вот, что такое качество? Это мы рассказываем полностью о качествах нашей технологии, что это и безопасность, что это и экологичность, насколько это важно и нужно. О выгодах мы говорим о том, что опять экологичность – это уже тире здоровья, выгода, что это скорость, и выгода также в проекте сейчас на данном этапе – это какой-то определенный доход. А в дальнейшем, когда будут технологии построены, мы будем и ею пользоваться, это дешевизна. Дешевизна. Даже не знаю, как правильно представить ударение. Мне кажется, и так и так правильно. Недорогой проезд, недорогое строительство, минимальный землеотвод. То есть конкретно имеется в виду, что выгода и для пользователей, и для владельцев этой технологии, для тех, кто будет строить. Ну, а доказательства мы понимаем. У нас есть уже два доказательства. Пусть нам не верят нашим каким-то брошюрам, пусть нам до сих пор иногда говорят, ну, это же компьютерная графика. Вот пока действительно не откроешь компьютер, не достанешь уже видеоролики, которые мы снимаем на наших полигонах. То есть доказательства у нас есть два места четкого доказательства. Это Марина Горка в Подминском, Белоруссия, и Шарджи в Арабских Эмиратах. Это два наших испытательных полигона, испытательно сертифицированных, так скажем. Шарджи – это вообще огромный инновационный центр. Там кроме нас еще очень много всего интересного. Это те места, где действительно, куда мы действительно можем отправлять. Сейчас очень много в интернете репортажев из этих мест. Я сейчас говорю, как бы, наверное, даже больше для новичков, что вы сами можете открыть интернет, вы можете сами найти, и все эти доказательства уже не нужно вам приносить на блюдечке с голубой каемочкой. Они есть, их много, технология существует, мы все ездили, и все, и тут, ну, спору тут нет. Итак, что же ценят командиры, и на что мы должны обращать внимание, когда мы говорим о нашей технологии, об участии в проекте? Я прошу прощения. Конечно, для них важно очень качество. То есть оно должно быть все усовершенствованное, оно должно быть все легкое, современное, то есть качество люкс, комфортное, функциональное. Наш транспорт абсолютно люкс-класса, комфортный, функциональный, усовершенствованный, вообще инновационный, то есть абсолютно подход. Они ценят четкость, финансовую мотивацию, то есть выгодно, прибыльно, престиж, какие-то высокие стандарты. Что касается финансов, то есть в долгосрочном периоде мы говорим, какие есть финансы, да, какие у нас финансовые выгоды, в краткосрочном периоде. То есть мы понимаем, что можно заключить договор конвертируемого займа и ждать, пока акции принесут нам прибыль. Это долгосрочный период, а краткосрочный период, вступай в проект сейчас, строй свою команду и сегодня и сейчас зарабатывай свои комиссионные, да. Вот, то есть командиру как раз-таки вот это мы четко все показываем и показываем достаточно быстро. Не надо там вот развозить там такую кашу, да. Очень четко и быстро. Вот есть такая выгода, есть такая выгода. Высший пилотаж, класс, люкс, все инновационное, все усовершенствованное, все командиру больше не надо. И он ценит эту четкость. Вот. Итак, акценты в презентации мы делаем ему еще и на статусы, карьерные возможности, то есть когда мы его приглашаем принять участие в проекте и строить уже команду, да, не только быть обычным инвестором, но строить команду, мы говорим, у нас есть определенные статусы, которые открывают вам карьерные возможности. То есть вы можете, то есть мы можем прям прямым текстом ему говорить, смотрите, когда вы становитесь лидером, у вас есть три человека, которых вы ведете за собой, обучаете, и им карьеру поднимаете, и себе. То есть вы становитесь мастером, когда вы учите своих лидеров, скажем так, лидеров еще без статуса, да, вот это просто лидеры, это просто сильные члены команды, да, мы учим их работать, мы рассказываем им, мы учим их строить команду, они строят, таким образом у них статус поднимается, и у вас статус поднимается, становитесь мастером, у вас уже как минимум 12 человек, но нельзя сказать подчинение, но в команде есть 12 человек, для которых вы авторитет, для которых вы можете уже какие-то встречи организовать, да, это уже ваша структура, ваша команда, то есть для командира это важно, ему нравится руководить, и когда он поймет, что здесь тоже можно создавать команду, то, пожалуйста, точно так же мы можем сказать, что когда у нас растут по карьерной, по карьере наши партнеры, они могут стать и региональными кураторами, они могут стать спикерами, здесь тоже есть какой-то рост, об этом мы командиру говорим, вот, так же мы говорим об этапах строительства, то есть мы, допустим, говорим, наш проект, то есть вот в чем заключается четкость, когда мы говорим о проекте, мы говорим, вот строительство, наши технологии для того, чтобы построить, сертифицировать, разби это на 15 этапов, все работы, на каждом этапе есть определенная цель, которую мы ставим, достигаем и переходим, когда цель достигнута, мы переходим на следующий этап, какие цели, а какие цели, вот спросят, ну а какие там цели на этапе, как какие, собрать определенное количество денег и построить или выполнить какое-то определенное количество работ, а, ну все, понятно, да, цель ставится, и это самое, и говорим также про испытательные площадки, есть площадки, на которых строится, испытывается, сертифицируется, да, то есть опять идет четкость, и все, он понимает, да, в этой компании все работает классно, все работает четко, прям вопросов нету, да, то есть как бы будьте готовы, все равно, что ярко выраженный командир, он может вас перебивать, только потому, что ему уже все понятно, и он ценит свое время, он не хочет какую-то ерунду там слушать, или там какие-то мелкие подробности, ему уже ясно, он будет просто задавать дальше свои вопросы, и презентация с командиром может быть прям полностью выстроена как диалог, то есть вы можете не рассчитывать на то, что сядете и будете там 40 минут рассказывать о технологии, о том, как вы куда-то ездили, и как вообще, что вы где были красивые и хорошие, ничего подобного, командир, который все-таки решил вас слушать, когда он поймет, что он может от вас получить ответы на все свои интересующие вопросы, он их будет задавать, и поэтому это будет диалог. Что ценят звезды? Эмоции, открытость, если мы говорим о презентации, о технологии, туда, куда мы приглашаем, то это должна быть какая-то новизна, если мы рассказываем, насколько это здорово и красиво, это должно абсолютно соответствовать, мы не преувеличиваем, потому что мы просто должны найти самые лучшие позитивные моменты, об этом рассказать, с эмоцией, когда звезду важно эмоционально тронуть, каких-то зацепить, эмоционально вот как-то зацепить, да, также они любят эксклюзивное, чтобы это было что-то прямо эксклюзивное, и если мы говорим, да, это инновационное, этого нет нигде, и сейчас, когда ты начинаешь, примешь участие в этом проекте, ты приедешь в Марину-Горку, и ты сфотографируешься, ты вернешься домой, ты представляешь, вот сколько фотографий классных ты покажешь, и как это будет для окружающих важно, вернее, какое впечатление это произведет на окружающих, а вот ты вот с этим эксклюзивом, еще его в мире нигде нет, а ты уже к этому прикоснешься, еще и примешь участие в этом проекте, вот, также для звезд очень важно, когда есть какие-то специальные бонусы, какие-то скидки, мы тоже все время такое делаем, то есть у нас тоже всегда есть, на что пригласить звезду, и сказать, слушай, вот видишь, вот эти люди, которые пришли раньше, они пошли там на какие-то простые условия, а вот сейчас у нас как раз скидка, вот сейчас у нас какое-то суперпредложение, поэтому прям как будто бы для тебя, вот, и оно закончится, и все, кто придут потом, тоже не будет, то есть и вот, и вот, пожалуйста, ты если сегодня подключаешься, ты получаешь какой-то эксклюзив прям, вот. Когда мы говорим, какие-то акценты делаем, мы говорим, допустим, о тех же статусах, но если мы командиру говорим, что можно быть, вырасти по карьерной лестнице, то звезде мы говорим, что статусы дают определенные награды, ему важно, ему важно, чтобы это было ярко, вот я достиг статуса, и мне телефон подарили, да, я достиг, и я могу машину купить, потому что я такую премию получил, там еще что, потому что у нас за статусы идут одноразовые премии, да, потом у нас очень много конкурсов, то есть за участие в конкурсах у нас очень хорошие призы, как правило, это туры, это люди куда-то выезжают отдыхать на, из северных районов на юга, на моря, вот, это поездки в, допустим, сейчас вот у нас есть, идет конкурс, это будет поездка в Шарджи, это встреча с Юницким, то есть для звезды важно, что это путешествия, это фотографии будут, это личная встреча, знакомство с Юницким, и сфотографироваться с Юницким, потом всем показывать, с такой легендарной личностью, то есть звезде это все нравится, когда мы говорим, что когда он будет участвовать в нашем проекте, у него все эти возможности появляются, то это его, конечно, очень заинтересует, что любят гуманисты, контакт с продавцом, контакт с продавцом, удобство, надежность, бренд, опять, экологичность, практичность, ценостойчивость, поддержка со стороны, вот смотрите, все, что направлено на взаимоотношения, то есть, если мы говорим гуманисту, приходи к нам в проект, у тебя всегда будет контакт со мной, как с пригласителем, я всегда тебя поддержу, я всегда тебе помогу, если у тебя появятся люди, которых это заинтересует, я этим людям тоже помогу, никогда тебя не оставлю, то есть, он должен чувствовать такую же заботу, и когда мы говорим, что мы в своем проекте всем вот так помогаем, кроме того, что это проект экологичный, так мы еще и внутри, у нас дружные команды, мы не только работаем, но мы отдыхаем вместе, то есть, здесь гуманист должен чувствовать какое-то единение, что он сюда приходит, и он тоже попадает в заботливую семью, где и к нему хорошо относятся, и ему будет где себя реализовать, он сможет тоже помогать, заботиться, точно так же создавать команду, быть наставником, и когда мы на это обратим внимание, и кроме того, ты представляешь, ты участвуешь в проекте, ты будешь впоследствии акционером, и скольким людям ты сможешь помочь, вот так же пригласить их, чтобы они стали акционерами, они тебе будут благодарны, потому что это потом доход до конца жизни, да, с передачей по наследству, то есть, ты будешь делать доброе дело, не только для себя, но у тебя будет возможность приглашать в проект людей, и тоже делать доброе дело для них, да, вот, и в то же время, когда в презентации мы говорим больше об экологичности транспорта, да, то есть мы говорим, какие у него вот характеристики, вот одна токсичность, да, там показываем схему сравнения с другими видами транспорта, вот, схему сравнения по дороговизне, да, с другими видами транспорта на строительство и на использование, насколько это важно для людей, какая польза будет людям, кроме того, что это экологично, это еще будут скорости большие и недорогой проезд, то есть люди смогут работать в одном городе, жить в другом городе, да, и у них будет час времени добраться с дома на работу, но это уже в другой город, не то, что сейчас мы можем через просто свой собственный город, мы можем час, а то и больше в пробках там ехать, да, то есть вот мы на это обращаем внимание, то есть плюс для гуманиста очень важно, что он будет сопричастен вот к такому огромному большому проекту, то есть мы на это ему тоже даем акцент, ты вот представляешь, ну вот допустим, я вот лично, я как Любовь Федорова говорю вам, я иногда на первых годах, когда я увидела, как мы сдвинули эту махину с места, да, потому что я же пришла, у нас тоже ничего не было, у нас в полигоне, извините, только выкорчевывались старые деревья и кусты, разравнивалась территория, и когда я увидела, как эта махина всё-таки поехала, как мы начали строиться, я сидела и иногда говорила, я не могу поверить, что я причастна вот к этому огромному, грандиозному проекту, вот к этому большому, это мы творим какую-то историю, это нечто, я не могла понять, я не могла поверить, что я причастна к этому, причём имею совершенно прямое отношение, что я стояла на старте, что я сделала большую команду, что я нашла, ну пусть, ну какую-то группу, как каждый из нас потом, да, нашёл группу единомышленников, которых пригласила, вот, и это для гуманиста очень важно, да, я тоже где-то в какой-то мере гуманист, мы когда были на тренинге, друг друга проверяли, вот мне сказали, что у меня, конечно, есть и командирское что-то, но больше я, конечно, гуманист, вот, также гуманисту мы рассказываем в презентациях о том, что пишут о нас в СМИ, на каких выставках, на скольких выставках мы побывали, где мы принимали участие, какое мы производим, ну произвели вот в мире, какое впечатление, да, мы произвели свои технологии, там, мы говорим о выставках, вот берлинские две выставки, да, сейчас вот огромная экспо-выставка будет, то есть СМИ тоже когда-то палки в колеса ставили, а сейчас вот уже целая волна, прямо волна в этом году хороших новостей, хороших репортажей, в большинстве эти репортажи были из Эмиратов, знаете, наверное, когда идут из Беларуси эти репортажи, то журналисты позволяли себе написать неправду, чтобы какие-то заказы выполнить, или рейтинги свои какие-то там поднять, да, чтобы их читали, сейчас когда идут репортажи из Шарджа, ну не могут они уже ничего наврать, потому что, ну страшноватенько, да, против слона уже не попрёшь, наверное, наверное, ещё, поэтому наконец-то они перестали ерунду всякую про нас писать, потому что видят, что не сломить, так вот гуманисту это всё важно, да, это важно, вот на этом мы делаем акценты, об этом мы рассказываем, он может совсем не интересоваться, как там открываются, закрываются двери, сколько колёсных пар, и как они защищены, допустим, там от ветра, дождя, от ржавчины, или ещё что-то, да, но ему будет важно, что происходит, как происходит, какая польза для человечества, для планеты, вот, ну дипломаты, мы уже проговорили, там должна цена соответствовать, качество он будет копаться, соответствует или нет, да, там должна быть надёжность, там должна быть функциональность, универсальность, то есть он будет анализировать, он будет мониторить, он будет много копаться, ещё, когда мы пойдём на презентацию к дипломату, то очень важно запастись всякими знаниями техническими, потому что он может задавать разные-разные вопросы, вот, он может спросить, как работает, как едет, а если что-то сломается, а если колесо там откажет, то есть мы на все эти вопросы нужно подготовиться, чтобы мы могли ответить, потому что такие вопросы, как говорится, дотошные, такие вот мелкие, будет дипломат задавать, только потому, что он такой человек, чтобы у него сложилась целостная картина, ему нужно знать не только оболочку красивую и корпус, как для звезды, да, ему важно знать, как устроен внутри каждый винтик, тогда у него вот эта целостная картина сложится, вот тогда он сможет это всё понять и принять, и когда мы ему говорим, приглашаем его в проект и говорим о том, что у нас можно сегодня и сейчас заработать, то здесь тоже он будет нам задавать вопросы, как это работает, и когда мы ему, допустим, будем рассказывать маркетинг, он может спросить, а какой общий процент уходит на сеть, например, да, то есть он может задавать такие вопросы, которые мы совершенно не ожидаем, но тут мы сразу вспоминаем свои правила, ничего не придумываем, не сочиняем, если мы не знаем, готовимся к следующей встрече, обещаем на следующей встрече ответить ему на эти вопросы, вот, сертификация, вот что может его интересовать, с чем мы к нему идём, то есть сертификаты, такие, 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 какие-то опытные образцы, вот мы ему даём классификацию наших опытных образцов, он может, его может интересовать структура предприятия, ну, технические характеристики, я уже сказала, транспорта, да, он может даже спросить, какое образование у Юницкого, вот, и тут мы, конечно, говорим, что мы тоже не можем знать всё, особенно если вот какое-то такое, много технических вопросов, да, тогда мы говорим, у нас есть ещё два человека, два члена правления, которые ведут вебинары, то есть по два раза в месяц, они ведут вебинары, один технические, второй юридические, да, и мы советуем дипломату посетить такие вебинары, тем более сейчас у нас для Владимира Маслова мы ещё можем форму с вопросами задавать, так вообще замечательно, то есть мы задаём ему вопросы, интересующие нас, на ближайшем вебинаре мы получаем на них ответы, но вот такие вот интересные моменты, вот такие, может быть, неординарные моменты, да, когда вот о сертификации ещё попросят, мы тут рассказываем ему об экологичности, о том и том, он нас реально внимательно слушает, а потом говорит, а сколько у вас уже видов транспорта сертифицировано, а вы можете мне найти, где эти сертификаты, покажите мне, как они выглядят, да, и тогда, конечно, мы должны понимать, где их найти, то есть мы идём тогда на сайт Юницкого, да, и мы находим это, то есть вот тут вот нам нужно быть всё-таки компетентными, да, или же опять нет, значит, мы, обещаем на следующую встречу дать информацию. Ну, что нужно для подготовки к беседе с любым из них, да, во-первых, всегда самые последние новости, что произошло на сегодняшний день, да, самые-самые последние новости, мы всегда должны быть в курсе этого, вот, есть книжечка у Юницкого «100 вопросов, 100 ответов», там много всего интересного, иногда даже для себя, иногда есть такие моменты, которые вы прочитали, вы этого не знали, и вы можете на презентации об этом вдруг рассказать, сказать, знаешь, вот я сейчас узнал вот такую вот интересную деталь о Юницком, или там о его изобретении, там, то-то, 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 да, то есть очень хорошо, когда вы сможете разбавлять чем-то очень умным, так скажем, чем-то очень интересным, фактами, какими-то разбавлять свою речь. Конечно же, нужно иметь какие-то каталоги, у нас сейчас давно ничего нового не выпускалось, но до сих пор у нас существует белый хороший каталог, у меня, есть он на русском языке, и вы можете написать мне, найти меня на наших сайтах, и есть у нас в личном кабинете мои данные, и есть магазин, через который можно связаться, то есть найти данные, связаться со мной, то есть эти каталоги мы по почте можем выслать, да, если, допустим, у вас сейчас ничего прям нет, то там буклеты всевозможные, на сегодняшний день у нас есть буклеты в электронном виде, которые мы можем прислать, вы сами можете отпечатать, но каталоги можно даже заказать. Еще, когда мы идем на встречу с человеком, мы можем взять с собой распечатанный список инвестиционных пакетов и промо-акций, которые на сегодняшний день, допустим, у нас происходят, да, потому что это закрытая информация, мы не можем, у нас нигде на сайте нету предложений, какие у нас есть пакеты, какие есть возможности, это есть только в личном кабинете, и она открывается человеку, когда он только зарегистрируется, вот, но если мы идем на первую презентацию, он еще не регистрируется, мы его не, ну, не давим на него, не заставляем его, мы можем взять с собой распечатанное предложение, для того, чтобы поговорив, рассказать, рассказав, что есть, мы ему оставили этот листок, и он видел перед глазами, что же ему все-таки предлагается, и он там один раз, второй раз на него посмотрит, и, может быть, ему будет легче выбрать. Вот. Хочу привести такой маленький пример, потому что мы уже перешли к материалам, хочу привести маленький пример, допустим, у нас командир-дипломат, гуманист и звезда, и мы хотим сказать одну мысль, про то, что у нас технология строительства разделена на 15 этапов, вот как об этом можно сказать каждому из них. Смотрите, командиру мы говорим, что на каждом этапе, да, я уже как бы уже это говорила, на каждом этапе у нас есть своя цель, есть определенный временной отрезок, нам нужно за это время собрать определенное количество денег, и выполнить определенное количество работ. То есть вот это и есть наша цель – запланировать работы, собрать нужную сумму и эти работы осуществить. То есть вот это очень важно. То есть и тогда командир видит, ага, цель достигнута, мы переходим на следующий этап. Значит, все четко слаженно работает. То есть для командира что? Есть цель, деньги плюс работа. Все, ему четко и понятно. Что мы говорим дипломату? Мы тоже говорим, что строительство разбито на 15 этапов, что на каждом этапе собирается определенное количество денег, на каждом этапе выполняются определенные запланированные работы. После этого мы переходим на следующий этап. Таким образом у нас снижаются риски, риски того, что не произойдет, не построится, потому что для дипломата риски – это очень важно, и он их всегда видит. Да, мы обязательно скажем про риски ему, что они снижаются с каждым этапом, переходом на каждый этап, они у нас снижаются. И, следовательно, у нас вырастает цена наших инвестиционных пакетов. То есть все, дипломат уже понимает, он понимает взаимосвязь. Поэтому вот эти все картиночки из мелких-мелких деталей у него раз в голове и сложилось. Да, правильно работает, хорошая компания, последовательно. Что мы говорим гуманисту? Мы тоже говорим, что разбито на 15 этапов, но на каждом этапе у нас появляются новые трассы, новые подвижные составы. Эти подвижные составы начинают ездить, тот же видят, что нужно в них еще подкорректировать, тот же их усовершенствуют. И уже в следующем этапе у нас появляется что-то новое, даже для нас неожиданное, более удобное, более комфортное, более выгодное. Например, то есть как бы для людей совершенствуется все под людей. И на каждом этапе у нас появляется что-то новое, что-то классное. И вот мы говорим, например, начались строительство в Шарже и поняли, что наш транспорт для умеренного климата совершенно не подходит там. Поэтому там его усовершенствовали, в Шарже, в пустыне, для пустынь, для тропического климата усовершенствовали, сделали двойную систему двойного кондиционирования, сделали дополнительную защиту на колеса от соли и песка. Все, гуманист понимает, все делается для людей, идет полная забота. То есть, опять-таки, мы все равно говорим про те же 15 этапов, но мы акцент сделали немножко на другое. А что мы говорим за везде? Ты представляешь, у нас 15 этапов, сегодня у нас уже заканчивается 14 этап. Ты представляешь, мы построили это, это, это. У нас вот столько трасс, у нас вот столько подвижных составов. А вот был такой, а вот этот усовершенствованный, такой классный, этот еще больше, еще просторнее, там так здорово. Вот. И мы можем теперь каждый год ездить и видеть, какое там идет продвижение. И в каждой новой поездке у нас новые фотографии, новые впечатления, потому что у компании новые достижения. Да, мы тоже сказали про те же 15 этапов. Да, ну а вот как мы сказали, и вот когда перед нами мы понимаем и учимся, научимся быстро понимать, что это за человек, мы сможем разговаривать с ним, как говорится, на его волне, да, и тогда у нас будет хорошо понимать. Вот. Также хочу еще раз сказать о том, что у нас есть макет визитки, каждый может под себя сделать визитку на обратной стороне, которая будет основной побождающий фактор, та тема, о которой мы разговаривали на прошлом вебинаре, что каждый человек может для себя выбрать, какие у него истинные потребности, какие у него факторы, ну да, побождающий фактор это то, что заставляет его каждый день вставать с постели, выходить из зоны комфорта, принимать какие-то действия для того, чтобы достичь своей цели, да, и мы говорили, что очень важно это понимать, чтобы тоже правильно преподнести нашу технологию, знание нашей технологии, информацию, вот, и побождаю, есть два направления, то есть люди, люди действуют, вообще выходят из зоны комфорта, вообще встают утром и что-то делают по двум причинам, первое, если им что-то очень хочется, чего-то очень хочется достичь, то есть это мечта, это какое-то большое желание, просто очень хочется, либо у них нужда, их заставляет это делать, они вынужденно встают, они вынужденно идут и что-то делают, чтобы заработать деньги, потому что это нужда, то есть либо желание, мечта, либо нужда, да, и вот основной побуждающий фактор, как раз выявление его, нам помогает в этом выявить, вернее, вот эта вот наша визитка с перечисленными вот этими побуждающими факторами, помогает его быстро выяснить, когда мы человеку говорим, посмотри, что для тебя важно, дополнительный доход, там собственный бизнес или просто личностный рост, да, вот, и он смотрит, ой, а что это такое, а вот посмотри, что у тебя, вот что для тебя важно, вот то-то, то-то, да, вот мне хочется там, допустим, собственный бизнес, мы говорим, о, все, в десяточку, я тебе расскажу, как ты можешь построить свой собственный бизнес в нашем большом бизнесе, да, то есть вот это нам тоже помогает начать разговор, запустить этот разговор, и направить в нужное русло. Я хочу показать вам макет нашей брошюрки, который есть, который в электрон, видимо, присылаем, и можно его себе отпечатать. По этой брошюре это наружная сторона, а предварительно предыдущая – это внутренняя сторона. То есть вот эта маленькая брошюра, лист А4, сложенный втрое, я вам скажу, замечательная вещь, потому что настолько хорошо мы подобрали всю эту информацию, сюда в эту брошюру собрали, что по ней по одной, не имея больше ничего, можно провести шикарную презентацию, потому что здесь и фотографии красивые, и из Минска, и из Шарджи, и в то же время перечислены все технические характеристики, то есть самого транспорта, потом сравнительные графики на загрязнение природы, затраты на эксплуатацию, транспортная аварийность, какие есть у проекта достижения, какие перспективы у людей, которые вошли в этот проект. И все, мы даем полную всю информацию. В заключении, еще есть QR-код, просканировав который, мы можем оказаться в 3D-формате, погулять по нашему минскому, вернее, белорусскому экотехнопарку. То есть мы оказываемся в экотехнопарке в 3D-формате, мы можем там погулять и посмотреть все экспонаты. Для корпоративного стиля у нас есть корпоративные наборы, и больше уже скажу для регионов. У нас есть баннеры, вот как у меня за спиной, вот такие же у нас есть образцы баннеров, которые тоже можно связаться со мной. И я пришлю вам макеты у себя в городах, можно их напечатать. Это тоже очень важно, если есть какие-то офисы, если вы действительно работаете со структурами, если вы хотите вот прям вот создавать команду. Такой баннер, по такому баннеру тоже можно провести шикарную презентацию, потому что здесь очень много тех же фотографий, которых вот на каждой фотографии мы можем рассказать целую историю. Вот такие у нас есть горизонтальные, и вот такие есть вертикальные баннеры, которые, в принципе, можно на стену. Все, на сегодня я буду заканчивать, уже как-то все равно долго получилось. Вот, желаю всем хорошего старта, желаю всем, чтобы шаги в наш бизнес, в ваш бизнес были легкие, чтобы к успеху мы шли в припрыжку и все время вверх. То есть мы понимаем, что когда мы стартуем, нам нужно и думать, и анализировать, и планировать, все время тренироваться и что-то делать, делать, делать. Ничего с неба не падает, поэтому учимся друг у друга, помогаем друг другу, и мы обязательно все вместе придем к успеху. Я благодарю вас за внимание, спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что находите время посмотреть в записи эти вебинары. Я вижу, что просмотров много. Всего хорошего до следующего четверга. В следующий четверг у нас будет следующая тема, и мы поговорим о поддержке, сопровождении тех людей, которых мы пригласили в бизнес. Все, всего доброго, желаю вам хорошего вечера. До свидания. До свидания и до новых встреч. До свидания.